Строительная техника расчищает площадку перед культурным центром. Рабочие выкладывают периметр бордюрным камнем. Скоро здесь появится современная зона для воркаута. Недалеко, всего в нескольких метрах, подготовили место для большой детской площадки. Главная цель, чтобы было удобно всем жителям. Мы тоже Тарзанка, напоминает нам Ложиролину, да? Да. Тарзанка очень популярна. Игровой комплекс. Да, смотрите, не хватает лавочек, лавочки добавляйте везде. Особенно у Тарзанка родители будут здесь с удовольствием сидеть и смотреть. У нас основная проблема – дети-то заняты игрой, а родители будут с ноги на ногу периминаться. Не присесть, не пристать. Старые хоккейные коробки тоже придадут иной вид. В планах уложить газон и сделать ее всесезонной, чтобы спортивный объект можно было использовать и летом. Местный ФОК оставляет желать лучшего. Обветшавшее здание требует капитального ремонта. Маленькие неудобные помещения, устаревшее спортивное оборудование. Глава считает, что целесообразнее построить новое здание. Это будет более правильное решение. Найти земельный участок, также на центральной площади, может быть, рядом с этим бассейном. Построить современный ФОК с бассейном, спортивными залами. И дополнительно с местом, где можно проводить занятия в кружках, по танцам, по пению, может быть. То есть дополнительно еще культурная нагрузка. В поселении не хватает мест для отдыха, парков. Жители выступили с инициативой благоустроить территорию у пруда на реке Самынка и прибрежную зону за администрацией поселения. Люди возмущены тем, что многие собственники перегородили заборами доступ к общественным зонам отдыха на берегу Москва-реки. Все имеют право приходить на этот берег и отдыхать здесь. Мы хотим, чтобы этот берег остался общественным местом. И чтобы, как и до сих пор, последние 50 лет, сюда также могли приходить люди и отдыхать. Власти пообещали провести анализ и инвентаризацию земельных участков, владельцы которых нарушают закон и не пускают людей к воде. Идею благоустройства прибрежной зоны поддержали и даже нашли инвестора. В ближайшее время начнутся работы. Первые шаги – это зона для отдыха, благоустроенная там, где люди смогут проводить свое время в хорошую погоду, сидеть на лавочках, гулять по дорожкам, играть в пляжный волейбол. Также будет предусмотрена площадка по воркауту, облагорожена прибрежная зона, мостик через реку Саменко. И это планируют сделать до сентября. Иванов уверен, что после выборов в новый совет депутатов и принятия нового бюджета на благоустройство поселения выделят более существенные суммы. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».